Агронауки В России необходимо сохранить хорошие темпы развития сельского хозяйства и добиться высокого урожая в этом году. Такую задачу поставил премьер-министр России Дмитрий Меделев на селекторном совещании с регионами, посвященном сезонным полевым работам. От успеха проведения полевых работ зависит урожай, состояние ПК, а также многих смежных сфер экономики и в конечном счете то, что будет на прилавках магазинов, какого качества продукты получат наши люди, отметил премьер. Председатель правительства также обратил внимание властей разных уровней на то, что нужно оказывать необходимую помощь аграриям в смысле обеспечения их техникой, ГСМ, удобрениями и финансами. В Кабардино-Балкарии сель фьеровых культур планируется провести в этом году на площади 242 тысяч гектаров. По севной кампании будет задействовано порядка 1200 агрегатов. Необходимое количество ГСМ и семян на проведение весеннеполевых работ в республике имеется. Весь комплекс работы ожидается завершить к 25 мая. Рабочая группа Министерства России по делам Северного Кавказа посетила на этой неделе ряд предприятий агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии, сообщает прислужба Минсельхоза КБР. Представители аграрного сектора промониторили ход реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных для СКФО в рамках программы импортозамещения. Рабочая группа Минкавказа посетила общество с ограниченной ответственностью «Зеленая компания», «Кабардино-Балкарский хладокомбинат», «Юг-Агро», открытое акционерное общество «Прохладное», агрогруппы «Баксанский бройлер». Сопровождал группу вице-премьер, министр сельского хозяйства Республики Муаэт Дада. Напомним, в перечень приоритетных проектов для реализации на территории Северокавказского федерального округа в рамках программы импортозамещения от АПК Кабардино-Балкарии включено 18 инвестиционных проектов. Их общая стоимость превышает 50 миллиардов рублей. Кабардино-Балкария получит из федерального бюджета более 200 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства. Дополнительное соглашение о предоставлении господдержки подписано между Минсельхозом России и правительством КБР, сообщает Пресс-служба Аграрного ведомства Республики. Субсидии по инвестиционным кредитам будут вдаваться на развитие растеневодства, животноводства и переработки их продукции, а также на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. Напомню, с начала года между Минсельхозом России и правительством КБР подписаны основное соглашение и три дополнительных, в соответствии с которыми на развитие АПК Республики из федерального бюджета выделяется свыше 850 миллионов рублей. Минсельхоз Кабардино-Балкарии в полном объеме перечислил на счета сельхозтоваропроизводителей около 85 миллионов рублей федеральных бюджетных средств в качестве субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растеневодства. Об этом сообщает Минсельхоз. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур. В Кабардино-Балкарии ставка субсидии на 1 гектар составила 557 рублей. На получение государственной поддержки претендовало 800 заявителей. Из них 22 было отказано в связи с несоответствием правилам предоставления субсидий. 778 сельхозтоваропроизводителям федеральные средства по данному виду господдержки перечислены. На этой неделе из Кабардино-Балкарии в Ростовскую область отправилась колонна машин с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской народных республик. И как сообщили информагентства, колонна МЧС, а организовывала гуманитарную помощь именно это ведомство, уже благополучно доставила груз в Украину. Это 140 тонн семян кукурузы, предназначенных для проведения весеннеполевых работ. Мешки с семенным материалом грузили в транспорт на территории сельхозпредприятия в Баксане. Контроль обеспечивала Ростовская МЧС. МЧС СССР у нас сформирует единый гуманитарный конвой для отправки жителям Донбасса. Накануне вечера, вчера, коприня на Болгарию, прибывала колонна автомашин с Донского спасательного центра. Это 11 автомашин. В Ростовской области будет сформирована единый конвой. Это часть конвоя, который мы здесь сейчас загрузили. Кукуруза, которую отправили на Россию, выращена в Кабардино-Балкарии и считается одной из лучших в списке семенных сортов. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии продолжает прием документов сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат по выращиванию маточного поголовья овец и коз. Об этом сообщает пресс-служба аграрного ведомства. С правилами предоставления субсидий можно ознакомиться на сайте Минсельхоза в разделе «Господдержка АПК КБР» в 2015 году. Также дополнительную информацию можно получить в управлениях сельского хозяйства местных администраций муниципальных районов городских округов республики. Напоминаем, срок приема документов с 20 марта по 3 апреля 2015 года включительно. О перспективах сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, о том, что агропромышленный комплекс республики ждет притока свежих сил и молодых рук, говорили на этой неделе в парламенте КБР на встрече депутатов с учащимися школ и студентами. Встреча организована в рамках и животного информационно-просветительского проекта «Государственный час». Юным гостям рассказали о становлении государственности Кабардино-Балкарии и структуры высшего законодательного органа. Не обошли в беседе с молодежью и тему сельского хозяйства. Кабардино-Балкария – сельскохозяйственная республика, и для полноценного ее развития нужны специалисты именно в сфере АПК. Кроме того, 2015 объявлен в КБР годом сельского хозяйства. Знаете, что сейчас, во-первых, год 2015 объявлен главой нашей республики аграрным годом. У нас с вами аграрная республика, поэтому очень востребованы специалисты в агропромышленном комплексе. Я вот сама, выходя из сельскохозяйственной академии, узнаете, сколько у нас на рынке труда востребуется и ветеринаров, и агрономов. Сейчас посмотрите, как сельское хозяйство развивается. Интенсивные сады, закрытые технологические циклы по воспроизводству мяса, мясной продукции, в смысле птицы и так далее. Поэтому, конечно, мы должны работать в этом направлении, обязательно переориентировать нашу молодежь в сферу производства. У молодежи было много вопросов, и это радует. Если есть интерес, значит, есть уверенность в том, что кто-то из этих молодых людей придет после учебы в село. На этой неделе в Нальчике вспоминали первого ректора Кабардино-Балкарского аграрного университета Бориса Фиапшева. В ВУЗе прошла научно-студенческая конференция, посвященная его памяти. Участие в форуме приняли преподаватели, учащиеся и ветераны образовательного учреждения. Борис Фиапшев стоял у истоков создания сельхозакадемии, возглавлял ее до 2000 года. Как отметили на открытии, его вклад в науку Кабардино-Балкарии неоценим, в частности, в развитии почвоведения. Ученый первым изучил состав земли в горных и предгорных районах КБР, что в дальнейшем позволило вывести новые сорта овощей, фруктов и плодовых деревьев. За годы его руководства количество студентов увеличилось в пять раз. Главной темой докладов на конференции стало сельскохозяйственное землепользование. Студенты в своих трудах попытались определить пути обеспечения продовольственной безопасности, особо актуальной в условиях импортозамещения. В результате работы конференции и конкурса планируется провести отбор лучших научно-исследовательских работ участников для представления университета на втором этапе всероссийского конкурса. На этом, уважаемые телезрители, наш выпуск завершен. Всего хорошего, до следующей встречи.